В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Начнем с новости этого часа. Президент принял с докладом руководителя таможенного комитета Беларуси Юрия Синько. Обсуждали сотрудничество с Россией и в целом ситуацию на таможне. Ведомство работает эффективно и мобильно. В прошлом году в бюджет взыскано больше средств. Это говорит об активной и прозрачной работе бизнеса. Таможня ставила заслон контрабанде наркотиков, изъято более тонны психотропов. Пресекают белорусские специалисты и попытки провести так называемый санкционный товар на территорию России. В прошлом году изъято из оборота такой продукции на 9 миллионов долларов. Беларусь категорический сторонник существования сильного ЕС. Эту позицию сегодня озвучил президент Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике, соседству и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности европейского континента. Мы категорически сторонники существования сильного Европейского союза. Мы категорически против центробежных сил в Европейском союзе, которые ослабевают его. Я говорю вам это не для лести, я говорю потому, что мы приверженцы многополярного мира. Европейский союз – одна из мощнейших опор нашей планеты. И разрушение этой, можно сказать, основной опоры многополярного мира приведет к разрушению системы не только безопасности, но экономики и всех других сфер жизни на нашей земле. Речь шла и о сотрудничестве в рамках Восточного партнерства. Александр Лукашенко подчеркнул, нельзя допустить, чтобы эта инициатива стала чисто политизированной, а должна быть приземленной и практикоориентированной. Новость последнего часа. Любая американская виза теперь доступна в Минске. С февраля все виды немиграционных визовых услуг будет оказывать консульский отдел посольства США в белорусской столице. Все подробности в наших новостях в 15.00. Вспышка гриппа в США. Из-за резкого роста пациентов закрыты сотни школ во всех штатах. С начала сезона заболевания скончались 37 детей. Эксперты прогнозируют, что к концу эпидемии число летальных исходов может увеличиться вдвое. А в Беларуси уровень ОРВИ почти вдвое ниже по сравнению с прошлым годом. Диагноз грипп поставили и вовсе в нескольких случаях. Как сообщили час назад представители Минздрава, пик ожидается в середине февраля. Также белорусам не стоит опасаться и вируса кори, который поразил Украину и Польшу. Ситуация, которая развивается в Украине, когда уровень вакцинации снизился до минимальных охватов, как раз показала, что мы должны вакцинировать своих детей. Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцина. Это были самые свежие новости к этой минуте. Все подробности мои коллеги расскажут в 15.00. Всего доброго.